СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ Вот собственно мы видим нашу страничку в главной социальной сети. Входим в свой аккаунт, напоминаю, вводим свой email, свой пароль и нажимаем войти. Вот я напоминаю наш аккаунт Сергей Данильчук. И на данном примере мы будем рассматривать то, как можно создать любому человеку группу. И как используя ее, можно добиваться очень интересных результатов. Сейчас на примере покажу слайд-шоу, который я подготовил для статьи. И потом вернусь опять в свой аккаунт. Смотрите внимательно. Для начала вверху мы видим слово группы. Вот нажимая на группы, мы увидим список групп, которые уже есть в социальной сети. То есть их можно смотреть, заходить, добавляться в эти группы, их порассматривать. Как их создать для начала? В правой меню нажимаем слово группы. И у нас есть возможность рассмотреть группы, в которых мы уже состоим. И как мы видим, есть функция новая группа. То есть это вы можете создать свою собственную группу. Это может группа вашего бизнеса, это может группа бренда, либо сайта, или даже любой партнерской программе, в которой вы непосредственно участвуете. Нажимаем новая группа. И нам предложено придумать название группы, написать сайт группы, выбрать аватар, то есть картинка, которая будет отображаться при поиске. Ввести описание группы и написать город. Город, как указано в скобочках, не обязательно. Город нужно для того, если ваш бизнес, к примеру, он ограничен на какой-то город. Допустим, книжный магазин в городе Киеве, допустим. То вы можете ставить ограничение только по Киеву. Но и то это не обязательно. И нажимаем потом создать группу. Вот я на примере написал, допустим, название бесплатная реклама в интернете. Сайт sbnlife.com. Выбрал аватар. В описании написал, регистрируйтесь на сайте sbnlife.com и бесплатно размещайте до 5 рекламных кампаний. И нажимаем создать аккаунт. Вот мы видим, что название у нас сверху. Бесплатная реклама в интернете. Сайт sbnlife.com. И в описании мы видим, что написано, регистрируйтесь на сайте sbnlife.com и бесплатно размещайте до 5 объявлений. Теперь смотрим ниже. Стена пустая. Тем для обсуждения тоже нет. Давайте рассмотрим, как создать тему. Выбираем создать первую тему. И для нас тут есть возможность написать название темы, текст и ссылка на YouTube. Если есть, допустим, видео, которое вы хотите добавить в обсуждение. Также можно добавить картинку. Сейчас смотрим, что сделал я. Я написал вопрос, возможно ли сегодня бесплатно размещать рекламу в интернете. Описание. Думаете, что нет? Я тоже раньше так думал. Теперь у меня для этого есть социальная сеть sbnlife.com. Так. Там я все это делаю бесплатно. Ниже сайт sbnlife.com. Регистрируйтесь и сами во все убедитесь. Ниже ссылка с YouTube. Видео о sbnlife.com. И картинку добавил. Нажимаем создать тему в группе. И вот мы видим. Изображение было маленькое. Я его растянул. Поэтому качество не совсем хорошее. Но я его маленьким сделал, чтобы все было можно увидеть. То есть мы видим название темы. Описание темы. Картинку я добавил. То есть платная реклама. Вы о чем? 100% скидка на рекламу вашего бизнеса. sbnlife. Ниже видеоролик с YouTube. Там где в течение двух минут я рассказываю о том, что такое sbnlife.com. То есть это что можно делать в теме для обсуждения. Ниже видим возможность оставить комментарии к данной теме. То есть вы опять можете добавить фотографии, добавить видео. Ссылки оставить. Либо просто писать ниже комментарии, которые будут видеть все пользователи. Дальше нажимаем вернуться в группу, чтобы смотреть, что можно делать дальше в группе. Вот уже видно, что тема обсуждения у нас первая есть. Возможно ли сегодня бесплатно размещать рекламу в интернете. Выше, как мы видим, создать новую тему можно. И нажав на нее вы можете добавить вторую тему, третью и так далее. Дальше у нас остается пустая группа. То есть здесь можно также добавлять информацию. Это могут быть новости вашей компании, вашего продукта. Либо вашего бизнеса, партнерской программы. Может быть ссылка оставлена. Можете добавить видеофайл, либо картинку. Рассмотрим. Мы добавляем, к примеру, видеоролик. Опять-таки нужно написать описание и добавить ссылку с YouTube. Нажимаем добавить запись. И как мы видим, описание. Социальная бизнес-сеть из BNLive. Ниже видео с YouTube. Далее нажимаем добавить картинку. Опять-таки нужно выбрать картинку. Либо с рабочего стола, либо в целом с компьютера. И добавить описание. Вверху я написал социальная бизнес-сеть из BNLive. Новые возможности и перспективы. Нажимаем добавить запись. И вот опять эта же картинка. Я на примере одной и той же картинки, одного и того же видео делал. Как мы видим, картинка, видео добавилось. И любой пользователь, который заходит в эту группу, он будет видеть то, что вы оставили. Смотрим правее слово настройки. Еще одна уникальность того, что вы можете добавлять интересные страницы. То есть непосредственно сайты, которые связаны с вашим бизнесом. Либо с той деятельностью, о которой вы вещаете через данную группу. Тоже вводим описание. Я написал SBNLive. Сайт социальной сети. И ссылка SBNLive.com. Нажимаем добавить страницу. И мы видим, что теперь в левой части, там где написано слово страницы, видно описание сайта и ссылка. И когда человек будет переходить по данной ссылке, он уже будет переходить на те сайты, которые вы добавили. Здесь может быть либо партнерские ссылки, либо сайт, либо какие-то, допустим, ссылка на интернет-магазин. Если у вас есть компания, которая продает товар, то вы можете группу создать для описания этой компании. А в страницах можете добавить, к примеру, ссылки на определенные товары, либо новости, либо на канал YouTube и так далее. То есть здесь фантазия не ограничена. Можете добавлять все, что хотите. Теперь смотрите. Пригласить друзей. Это тоже возможность есть такая. Пригласить друзей. То есть нажимаем пригласить друзей, появляется список всех ваших друзей и вы без каких-либо ограничений можете приглашать хоть всех своих друзей одновременно за раз. Вот такие возможности и перспективы есть для людей, у которых есть что рекламировать и которые хотят это сделать по средствам создания группы. Кратко напомним, что можем сделать. Вот есть наши группы. Можно просмотреть группу. Можно добавить темы для обсуждения. Можно писать записи на стене. Это может быть либо видеофайл со ссылкой на YouTube, либо картинку, либо просто оставлять записи. Можем приглашать людей. Вот, к примеру, мои друзья. И можем приглашать людей. И данные люди получат приглашение. Если кому-то не хотим, можно отменить. То есть в этом проблем, собственно, нет. В настройках можно добавить еще ссылки на странички, которые мне интересны. Просто нажать, ввести описание страницы, добавить сайт и нажимаем добавить ссылку. И тогда автоматически в левой части будут добавляться ссылки, которые мы добавили. В общем, такая возможность есть в социальной сети SBN Live, создать свою группу. И как один из элементов продвижения делать именно через группу в социальной сети SBN Live. Всех благодарю за внимание. В следующих видео уроках мы будем говорить дальше о возможностях и перспективах, которые можно получить, используя социальную сеть SBN Live. Всех еще раз благодарю за внимание. Всем удачного вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok